Меня зовут Рик Реннер. Я нахожусь в Иерусалиме. В особенном месте это грот или пещера Гефсиманского сада. Когда-то этот сад был значительно больше. Сегодня же, приехав в Иерусалим и посещая Гефсиманский сад, люди видят лишь небольшой участок земли. Но во времена Иисуса этот сад занимал весь склон горы Елеонской. Посреди сада были пещеры или гроты. И это одна из них. Ее традиционно называют Гефсиманским гротом. Иисус и его ученики регулярно приходили сюда, чтобы провести время в покое. Они проходили сад, любовались видами, входили в этот грот. В 4 веке было установлено, что это именно то место, где Иуда предала Иисуса. Окончив молитву, Иисус пришел сюда. Нашел здесь своих учеников, которые отдыхали в этой пещере. И далее здесь появился Иуда. В Евангелии от Иоанна 18.3 сказано, что он привел с собой отряд воинов. Сколько нужно было воинов, чтобы арестовать одного человека? Обычно требуется трое. Ну, возможно, пятеро. Ну, максимум десять. А сколько же воинов, по мнению властей, было нужно, чтобы арестовать одного Иисуса? В Евангелии от Иоанна 18.3 сказано, что Иуда пришел сюда с отрядом воинов. Слово «отряд» — греческое слово «спейра». Специальный, специфический военный термин. Он использовался для описания римской когорты, численность которой варьировалась между тремя и шестью сотнями воинов. Так сколько же требуется солдат, чтобы арестовать одного человека? В данном случае власти решили, что нужно будет от трехсот до шестисот. Какой силой обладал Иисус? Насколько широко? Слух о его силе распространился в те времена. Власти сочли нужным послать от трехсот до шестисот человек, чтобы взять Иисуса под стражу. Даже при земной жизни Иисуса его сила стала легендарной. Если бы вы оказались здесь, в ночь предательства, вы бы увидели от трехсот до шестисот воинов. Они наводнили склон Иллионской горы в поисках Иисуса. Они хотели схватить его. Власти решили, что для этого потребуется целая армия. Они слышали о великой силе Иисуса. И сила Иисуса действует и сегодня. Сила, о которой все знали в первом веке. Это та же самая сила Иисуса Христа, которая действует в тех, кто верит сегодня. И именно об этой самой силе я хочу поговорить с вами сейчас. Добро пожаловать на сегодняшнюю программу с Риком Реннером. Я вырос в церкви, где год за годом слышал одно и то же. На Пасху нам говорили одно и то же. Проповедь была хорошая, но я мог почти слово в слово предсказать, что прозвучит с кафедры на Пасху. Потому что каждый раз мы слышали то же самое, что и в прошлом году. И когда я вырос, я решил подробно изучить Новый Завет, чтобы найти то, чего не знал о смерти, погребении и воскресении Иисуса. Результат превзошел ожидания. Я даже отправился в Иерусалим, чтобы подробно изучить все на месте пасхальных событий. И то, что я обнаружил, воспламенило мое сердце. Об этих находках я рассказываю в серии аудиопрограмм «Неизвестные факты пасхальных дней. Смерть, погребение и воскресение Иисуса Христа». Эта передача стала ее частью. Серия сопровождается учебным пособием, где подробно разбираются греческие термины. Есть вопросы для размышления. Это прекрасный материал для изучения, как самостоятельно, так и для наставничества. Я надеюсь, что вы наставляете кого-нибудь в Божьем Слове. Если нет, пришло время начать. И с этой серией аудиопрограмм легче всего сделать это. Она также прекрасно подойдет для изучения в домашней группе. Мы также предлагаем скачать ознакомительную версию книги, которую я очень люблю. Я бы очень хотел, чтобы вы ее прочли. И она называется «Заплаченность полна важнейшей истинной факты христовых страданий». На ее страницах мы с вами совершим путешествие по событиям, которые предшествовали смерти, погребению и воскресению Христа. Захватывающая книга. Ее полезно читать в преддверии Пасхи, чтобы приготовить свое сердце. На обложке написано «Новый взгляд на известную вам историю». В этой книге вы найдете удивительный факт о пасхальных событиях, о которых вы, вероятно, не задумывались раньше. Я многого не знал. Это исследование восполнило пробелы в моих знаниях. Мы продолжаем серию передач «Неизвестные факты пасхальных дней» «Смерть, погребение и воскресение Иисуса Христа». Сегодня мы поговорим о том, сколько нужно человек, чтобы арестовать одного. Сколько людей пришло в Гефсиманский сад, чтобы заключить Иисуса под стражу. Или, как показано во многих фильмах, «3, 4, 5, 10 солдат». Или все было иначе. Мы изучим текст описания, потому что Библия дает четкий ответ. Но хочу начать, поговорив о силе Иисуса. Иисус Христос обладает силой. Она всегда была у Него. Уже во времена земного служения Христа, «О Его силе ходили легенды». Все знали о силе Иисуса Христа. Слухи о совершаемых им чудесах быстро расходились по израильской земле. Иисус был известен очень многим, «О Его силе ходили легенды». Апостол Иоанн говорит в Евангелии от Иоанна 21-25, «Многое и другое сотворило Иисус. Но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг». Употребив слово «думаю», Иоанн имел в виду «это невозможно». И Иисус совершил столько всего, что все Его дела нельзя записать. Но думаю, что если бы и было возможно написать обо всем этом, то самому миру не вместить бы написанных книг. Вот насколько легендарной была сверхъестественная сила Иисуса. Они прекрасно знали даже во времена Его земного служения. Сатана всегда боялся Иисуса. Когда Иисус родился, Сатана побудил Ирода Великого убить всех младенцев в Вифлееме. Почему? Потому что дьявол был недостаточно умен, чтобы найти Мессию. Поэтому он заставил Ирода умертвить всех детей, надеясь, что ему удастся избавиться от того самого. Сатана боялся власти и силы, которые будут действовать в жизни Иисуса Христа. Когда же этот план провалился, дьявол попытался одолеть Иисуса, искушая Его в пустыне. И это тоже не сработало. На протяжении всего земного служения на Иисуса нападали религиозные лидеры. Они постоянно пытались загнать Его в ловушку, поймать Его на слове, уничтожить. Но все их попытки расправиться с Иисусом и лишить Его силы не увенчались успехом. Окончив служение Своим ученикам, вкусив с ними последнюю вечерю и омыв им ноги, Иисус отправился в Гефсиманский сад, чтобы помолиться с тремя учениками. Они вошли в пещеру, посещаемую в наши дни. Теперь она называется апостольским или Гефсиманским гротом. Ее обнаружили в IV веке и установили, что именно здесь Иисус регулярно собирался со Своими учениками для молитвы, для общения, чтобы восстановить силы. Нередко они заходили в грот, я называю его пещерой предательства, потому что там был предан Иисус. Но его принято называть Гефсиманский грот, когда Иисус находился здесь, в ту ночь. Здесь появился Иуда с отрядом воинов, чтобы арестовать учителя. Это была очередная попытка схватить Иисуса и остановить действия Его силы на земле. Но ничего не вышло. В Евангелии от Иоанна 18,2 говорится, что Иисус сказал Иуде идти к этой пещере. А в третьем стихе написано, «Итак, Иуда, взяв отряд воинов и служителей от первосвященников и фарисеев, приходит туда с фонарями и светильниками и оружием». Прочитаем еще раз. «Итак, Иуда, отряд воинов и служителей от первосвященников и фарисеев приходит туда с фонарями и светильниками и оружием». Я обращусь к своим заметкам. Нас ожидают удивительные открытия. Во-первых, давайте рассмотрим, что означает отряд воинов. Кого Библия называет служителями от первосвященников? Что это значит? Полагаю, вы сильно удивитесь, узнав, о каком огромном количестве воинов и служителей от первосвященников идет речь. Воины, которых Иуда привел в ту ночь, принадлежали гарнизону Антониевой башни, крепости, построенной в Иерусалиме, при Ироде Великом, в честь его друга, Марка Антония. Это был тот самый Марк Антоний, который влюбился в Клеопатру. И примечательно то, что все эти люди жили в одно время. Ирод Великий, Клеопатра, Марк Антоний, они все были современниками. Ирод построил эту крепость, назвал ее в честь Марка Антония. Внутри нее был большой плац, способный вместить когорту римских солдат. Когорта составляла одну десятую часть легиона. Легион насчитывал шесть тысяч воинов. Таким образом, в когорте могло быть до шестисот человек. Внутренний плац крепости вмещал шестьсот римских солдат. Это большое количество. Они располагались в Антониевой башне на случай, если потребуется отразить нападение или подавить бунт в районе Храмовой горы. Эти солдаты пришли с Иудой в ту ночь в Гефсиманский сад. То есть их было не три, четыре, не десять, а целая когорта. Иуда Искариот привел в Гефсиманский сад десятую часть легиона, или шестьсот римских солдат. Это уже меняет привычную нам картину. Но подождите, это еще не все. В Библии сказано, что Иуда взял с собой служителей от первосвященников. Слово «служитель» перевод греческого слова «хуперетес». В контексте этого стиха это слово означало «стражи». Те, кто охранял храм, служил на территории храма. Когда религиозный суд выносил официальный вердикт, то эти храмовые стражи должны были приводить его в исполнение. Эти вооруженные силы работали совместно с римскими когортами, которые размещались в Антониевой башне и были подотчетны первосвященникам. В ту ночь именно эти служители пришли в Гефсиманский сад с римскими воинами. Это были очень жестокие люди, которые действовали сообща с римской когортой, которой было до 600 человек. Поэтому в ту ночь, когда римские воины и храмовая стража прибыли в Гефсиманский сад, чтобы арестовать Иисуса, весь склон горы был буквально наводнен воинами. Насколько разительно это отличается от привычной нам картины, которую мы представляли. Многие представляют, как несколько солдат пришли арестовать Иисуса, который молился у дерева, на самом деле для этого была выделена целая когорта и отряд храмовой стражей, которые пришли, прочесали весь склон Елеонской горы, весь Гефсиманский сад, они пришли с факелами, светильниками, оружием, чтобы арестовать одного Иисуса. В обычных обстоятельствах для этого потребовалось бы два-три воина или небольшой отряд, ну максимум из десяти человек. Но в случае с Иисусом все было иначе. власти были наслышаны о его силе и не знали, как она может проявиться при его аресте. Поэтому воины пришли готовыми вступить в сватку на случай, если Иисус совершит что-нибудь сверхъестественное. На его задержание были брошены все имеющиеся силы. В Евангелии от Матфея 26, 47 сказано, что там было множество народа, по-гречески «оклос олус», что значит «необъятное множество», огромное количество людей. В Евангелии от Марка 14, 43 употреблено слово «оклос», что значит «многочисленное собрание людей». В Евангелии от Луки 22, 47 также используется слово «оклос», чтобы сообщить нам, что отряд воинов, пришедших в ту ночь, был бесчисленным. Это было весьма необычно. Там было намного, намного больше людей, чем нужно, чтобы арестовать одного человека. Интересно, что Иуда из Кариот сказал воинам, что он им наговорил. Иуда знал о силе Иисуса. Сказал ли он им, чтобы они приготовились к возможной схватке, чтобы направили как можно больше воинов, так как Иисус обладал великой силой? Как я уже и говорил, о силе Иисуса ходили легенды, даже при его земной жизни. Он был известен своей силой. Он служил людям три года, чудеса происходили повсюду, где он появлялся. Сила Иисуса была настолько легендарной, что, как сказано в Евангелии от Луки 23, 8, Ирот Антипа, правитель Северного Израиля, давно желал лично увидеть Иисуса. То есть, даже он слышал о чудотворной силе Иисуса. И если сам Ирот слышал об этой силе, то подумайте, насколько известна была сила Иисуса среди прочего народа. Итак, уже при земном служении Иисуса все знали о его силе. Нетрудно представить, что и до римских солдат дошли слухи о его силе. Поэтому ученые полагают, что в ту ночь до 600 римских воинов могли прийти арестовать Иисуса. Меня это изумляет. Потому что сила, которая действовала в Иисусе, сегодня действует в нас с вами. Это изумительно, это прекрасно. Мы с вами обладаем такой же силой внутри. Иисус находится в той пещере, в Гефсиманском саду, называемой Гефсиманским гротом. Сегодня вы можете отправиться туда и посетить ее. Именно там я был, во вступительной части этой передачи. Иисус находился там со своими апостолами. Внезапно туда стали стекаться солдаты. Они заполнили все пространство подле пещеры. В их руках было оружие, светильники, пакелы. Все они, несколько сотен человек, пришли, чтобы арестовать одного Иисуса. Это необычный случай, но только если они не слышали о его сверхъестественной силе. И мне действительно интересно, что же Иуда им наговорил. Думаю, что даже несмотря на проведенные с Иисусом три года, предатель не знал до конца, на что способен Иисус. Возможно, он предполагал, что Иисус будет сопротивляться аресту и затеять сражения. Что же такого Иуда наговорил властям об Иисусе? Насколько искаженными были его представления? Что он предполагал? Какой реакции он ожидал от Иисуса в ту ночь в Гефсиманском саду? Тем не менее, все эти воины и стражи пришли туда. Давайте еще раз рассмотрим греческие слова, которые используются здесь. в Евангелии от Иоанна 18.3 сказано, «Итак, Иуда, взяв отряд воинов и служителей от первосвященников и фарисеев, приходит туда с фонарями и светильниками и оружием». Отряд воинов, перевод греческого слова «спира», я повторяю, чтобы вы хорошо поняли мою мысль, это военная когорта, десятая часть легиона, приблизительно 600 солдат, хорошо обученные, вооруженные до зубов воины, выражение служителей от первосвященников, греческое слово «хуперетес» означало «стражи, служащие на территории храма». И я вновь задаюсь вопросом, что такого власти слышали об Иисусе? Они знали о его усилии и решили, что для его ареста потребуется небольшая армия? Скорее всего так. Когда открываешь Библию и начинаешь углубляться в ее изучение, то находишь то, что обычно не лежит на поверхности. В этой истории намного больше деталей, чем может показаться на первый взгляд. Я всегда думал, что арестовать Иисуса в Гефсиманском саду в ту ночь пришли несколько солдат, а на самом деле для этого была послана небольшая армия. Меня это очень воодушевляет, потому что та сила, что действовала в Иисусе, сегодня может действовать и в нас с вами. Тот же Дух Святой, который помазал Иисуса, помазывает вас и меня. Неудивительно, что дьявол боится вас. Неудивительно, что он боится меня. Неудивительно, что дьявол боится, когда в собравшихся верующих проявляется сила Иисуса. Дьявол знает, что это за сила, и поэтому он пытается ей противостоять. В Евангелии от Иоанна, 14-12, Иисус сказал удивительные слова о том, что верующий в Него совершит больше, чем совершил Он. Больше, чем Он. И это значит, что если Иисус творил чудеса и знамения, если Он совершал сверхъестественные дела, то мы тоже можем все это делать. Думаю, будет неплохо напоминать тебе об этом каждый день. Каждый день. Говорить тебе о том, что тот же самый Дух Святой, который помазал Иисуса, дарует нам помазание 24 часа в сутки. И если вы оказываетесь в ситуации, когда чувствуете, что дьявол нападает на вас, знаете, что у вас достаточно силы, чтобы противостать целой армии. Надо лишь задействовать эту силу. В заключение выскажу следующую мысль. Сила, которая действовала в Иисусе, постоянно присутствует в нас с вами. Когда ваш разум атакует пораженческие мысли, распознайте в них дьявольскую попытку напасть на вас и заставить вас поверить в то, что вы слабее, чем есть на самом деле. Это неправда. Вы угроза для территории дьявола, для его сил, потому что в вашем распоряжении божественная сила. Задумайтесь, что эта сила может совершить, если вы высвободите ее в той ситуации, в которую попали. Очевидно, что дьявол очень боится вас, точно так же, как он боялся Иисуса, и у него нет сил способной одолеть вас. И сейчас, в завершении, я хочу обратиться к Евангелию от Иоанна и прочитать из первой главы, пятый стих, «И свет во тьме светит». Здесь говорится о силе Божьей и истине. И тьма не объяла его. Слово «объять» по-гречески «каталамбано» означает «схватить», «захватить», «свергнуть», «справиться», «завоевать», «овладеть», «быть» чьей-то власти. Все это буквально означает, что у тьмы не было сил одолеть свет. Тьма не способна справиться с истиной. Тьма не может овладеть светом. Все это потому, что сила Божия, свет Евангелия, намного превосходит силы дьявола. Сила, которая действовала в Иисусе, была поистине легендарной. Вот почему более 600 человек пришли в Гефсиманский сад в ту ночь, чтобы арестовать Иисуса. Сколько нужно человек, чтобы арестовать всего лишь одного? Если речь идет о простом задержании, ну максимум потребуется 10-12. Но в случае Иисуса Христа нужна была целая армия. Впрочем, Иисус не сопротивлялся, потому что Он уже подчинился воле Отца. И Иисус сдался добровольно. Его отвели на суд и потом на казнь. Я скоро вернусь, чтобы помолиться за вас. Иисус Иисус Продолжение следует... 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 Почему? Потому что они слышали о легендарной силе Иисуса Христа. И это та же сила, которая сегодня помазывает вас и меня. Это та же самая сила, которая действует в церкви. Удивительно, сколько силы есть в нашем распоряжении в имени Иисуса. Эта передача является частью серии аудиопрограмм «Неизвестные факты пасхальных дней». В ней 25 частей. Она сопровождается великолепным учебным пособием, где вы найдете все упомянутые мной греческие слова, их определения, тезисы, принципы и полезный материал. Также предлагаем скачать ознакомительную версию книги, которая называется «Заплачено сполна. Важнейшие истинные факты христовых страданий». Анотация гласит «Новый взгляд на известную вам историю». На страницах этой книги вы найдете подробный рассказ о последних часах земной жизни Иисуса. Эта захватывающая история изменит ваше представление о смерти, погребении и воскресении Иисуса Христа. Спасибо, что вы были со мной сегодня. Отец Небесный, я провозглашаю благословение и молюсь об освобождении божественной силы в жизнь моих друзей, в их ситуации. Во имя Иисуса. Аминь. И помните, о чем говорится в книге Клисиаста 8.4, где слово «Царя», там «Власть». И пусть сила Божьего Слова действует в вашей жизни сегодня. И мы с вами увидимся в следующей передаче. Спасибо, что посмотрели эту телепрограмму. Чтобы получить дополнительную информацию о материалах служения или узнать, как стать партнером служения, пожалуйста, свяжитесь с нами по контактам, которые видите сейчас на экране, а также присоединяйтесь к пастору Рику в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова